Добрый день, в эфире Вести Карачаева-Черкесия в ближайшие 20 минут о самых значимых событиях в республике. Сотрудничество в различных сферах обсудили депутаты Народного собрания Карачаева-Черкесии с коллегами из Абхазии. Сотрудники правоохранительных органов пресекли на территории Карачаева-Черкесии деятельность ячейки Международной религиозной экстремистской организации. Заканчивается октябрь, но тепло пришло не во все квартиры дома номер 85 по улице Международной Черкесской. В проблеме разбиралась съемочная группа вестей. 65-летие в эти дни отмечает председатель Ассоциации МАРА, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России Джошарбек Качкаров. В парламенте состоялась встреча депутатов Народного собрания Республики с коллегами из Абхазии. Делегацию возглавил руководитель Народного собрания Валерий Кварчия. Также в ее составе председатели парламентских комитетов Абхазии и руководитель аппарата. Приветствую гостей. Первый заместитель председателя Народного собрания Карачева-Черкесии Дагир Смакуев отметил, что нашу республику и Абхазию объединяет не только соседство и общая граница, но и давние дружеские и культурные связи, которые необходимо сохранять и укреплять. Он выразил надежду, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать, что вскоре регионы свяжет и качественная дорога, что позволит теснее наладить сотрудничество, торговые и экономические связи. Представители комитетов предложили возможные направления сотрудничества, каждый в рамках своего направления. Будем сотрудничать, будем всегда ездить друг к другу, будем помогать, будем делиться опытом, законотворческой работой. Кстати, у вас целое государство, у нас тоже серьезный регион, очень много законов мы разрабатываем, можем мы свой опыт вам передать, ваш опыт тоже перенимать. Также можем сотрудничать в области сельское хозяйство и других отраслей. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Крачево-Черкесии совместно с Республиканским ФСБ при силовом сопровождении сотрудников Росгвардии пресекли деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации Ат-Такфир Вальхиджа, деятельность которой решением Верховного суда России, признанной экстремисткой и запрещена на территории нашей страны. В ходе реализации оперативных материалов задержаны пять членов этой организации, все они жители Крачево-Черкесии. Члены этой организации распространяли и дели радикального ислама. В ходе обследования домовладений обнаружены изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература экстремистского содержания. По данному факту возбуждены уголовные дела. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению других участников и пособников экстремистской организации. Заканчивается октябрь, но тепло пришло не ко всем в квартиры. В программу Вести обратились жильцы дома номер 85 по улице Международная Черкесска. Люди жалуются на то, что отопительный сезон начался, но несмотря на это батареи в их жилищах все еще холодные. В проблеме разбирался Ахмат Халкечев. Ситуация с отсутствием отопления в 85-м доме по улице Международной повторяется ежегодно в начале отопительного сезона, а точнее протяжении последних 7-8 лет, сетуют жильцы. Как они предполагают, сезонно это может быть с некачественным ремонтом по замене износившейся за долгие годы старой системы теплоснабжения, который, по словам жильцов, проводился в 2014-2014 годах. Наталья Гетманская из 47-й квартиры говорит, что ей вдвойне обидно, что приходит заплатить за отопление, которого нет. Это 47-я квартира. Ни одного дня еще не было тепла в этой квартире. Постоянно холодно. Кондиционер показывает 13 градусов тепла. Как можно выживать? Уже все больные. Лечимся, колемся. А батареи вообще? Вообще холодные. Попробуйте. Абсолютно ледяные. Абсолютно ледяные батареи. И в самом деле. Под двумя одеялами укрываемся. Еще один житель дома Владимир Гурьев рассказывает, что в предыдущие годы с данной проблемой приходил в Министерство строительства и ЖКХ и в госжилнадзор. И только после этого получалось добиваться хоть каких-то действий со стороны управляющей компании и ответственных структур. В этом году, вы же видите, я не писал, и поэтому никто. В этом году не проваливали никуда обращаться? Нет. Я пойду в жилую инспекцию. Потому что 20 число, а дом стоит холодный. Представитель управляющей компании 21 век, обслуживающий многострадальный дом по Международной 85, Елена Птушкина высказала свое мнение о причинах отсутствия отопления. Выход, я так думаю, один, что надо жителям самим быть чуть-чуть поактивнее и хотя бы между соседями договориться, чтобы давайте сегодня мы запустим людей, чтобы они прошли по стояку и дали нам тепло. Потому что одни хотят дать тепло, другие говорят, а мы не хотим запускать. Ну и вот на этом и загвоздочка у нас. Жильцы дома с таким заявлением крайне не согласны. Наоборот, они вот уже две недели с начала отопительного сезона ежедневно звонят и в аварийную диспетчерскую, и в теплосети, и ждут этих самых специалистов. В том году вот так нас мурыжили до декабря месяца, пока со второго этажа жилец не взял, какого-то знакомого с теплосетей не привел, не заплатил, и тот все сделал. Нет специалистов. Просто специалисты все ушли, потому как они не платят им нормальную зарплату. Вот приезжают, мы наблюдаем с окна, приехала аварийка. Они даже посидели, покурили, снялись, уехали. Это я вам точно говорю. Жильцы Международной 85 очень надеются, что обратят внимание на их дом и, наконец, примут кардинальное решение и устранят ежегодную проблему. Ахмат Халкевичев, Расул Бердиев, Вестикарчаева, Черкесия. В Черкесии продолжаются проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса. С начала этого года Роспотребнадзор провел более 40 рейдов на предприятиях торговли, общественного питания и транспорта. Какие нарушения и недостатки были выявлены в ходе проверок и каков штраф за нарушение, расскажет Корча Берджеев. С начала этого года было проверено более 150 объектов. В 91 из них выявлены нарушения. Это недостаточный запас антисептических средств, нерегулярное введение термометрии сотрудников, дезинфекция помещений, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха. Во всех случаях сотрудниками Роспотребнадзора направлены уведомления о рассмотрении вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Рабочие группы по проверке входят в сотрудники мэрии, Роспотребнадзора и представители МВД республики. Они дважды в неделю проверяют различные предприятия на соблюдение всех противоковидных мер. Отсутствует разметка для соблюдения покупателями социальной дистанции 1,5-2 метра. Это обязательное требование, которое установлено санитарными правилами. Это обязательное требование, которое установлено указом главы Речаева Черкесской Республики о введении режима повышенной готовности. Кроме того, в торговом зале отсутствует оборудование для обеззараживания воздухорецикуляторного типа и бактерицидные лампы. Это тоже является серьезным нарушением, поэтому мы на все эти нарушения указали. За нарушение санитарных правил предприниматели и должностные лица облагаются штрафом в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица от 200 до 500 тысяч. Начальник отдела прав потребителей Роспотребнадзора Ауладин Аргунов призывает всех, кто осуществляет торговую деятельность или перевозку пассажиров, соблюдать необходимые меры и не доводить ситуацию до выявления нарушений и направления материала в суд. Имеется и социальная разметка для соблюдения дистанции 1,5-2 метра. Имеется и обеззараживание воздуха в виде рецепулятора. Ведутся журналы термометрии работников к приходу на работу. Есть журнал проведения влажных уборок. Имеется средства в достаточном количестве. Сотрудники обеспечены, носят средства защиты индивидуальной маски. Поэтому претензий к данному магазину у нас нет. Спасибо, что они соблюдают все установленные требования. Хотелось бы, чтобы все предприниматели брали пример вот с таких предприятий. С учетом роста заболеваемости сотрудники Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности. Прежде всего, это масочный режим и социальную дистанцию в магазинах и общественном транспорте. Карчабиджиев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 26 725 человек. Из них 23 364 выздоровели, 988 госпитализированы. Ну а сейчас время рекламы, а после мы продолжим. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 26 октября. В Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. 585 Золотой. Тысячи причин услышать «Да». Внимание, внимание! С 20 по 22 октября в Черкесске в Центре развития предпринимательства состоится выставка продажа от фирмы «Твое пальто». Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 26 октября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире «Радио России» Карачаево-Черкесия. Радио «Россия» расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате. Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости, или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках. Например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь! Желаем успехов! В прямом эфире мы продолжаем информационный выпуск. В эти дни отмечает 65-летие председателя Ассоциации «Мара», руководителя общественной организации «Карачаиланхал» в Карачаевском районе, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, директор водоканала «Карачаевска» Джошарбек Качкаров. Юбиляра пригласили в его родную школу, в его родном ауле. Смотрите подробности. «Как река берет свое начало, так и у меня отсюда началась моя жизнь», говорит Джошарбек Качкаров, переступая порог родной школы в ауле «Нижняя Мара». Я немного волнуюсь по той причине, это не простая причина, я нахожусь во дворе восьмилетной школы своего родного аула. Полгода было, когда мы вернулись к депортации, ссылки будем так говорить. И вот первый класс здесь, первый анагас сюда, в этот двор зашла. От него вспоминание сейчас, я вспоминаю своих учителей, добрых людей. А зайдя в кабинет, где учился, удивляясь, говорит, в детстве этот класс мне казался очень большим. Школьные парты тогда были расставлены по-другому, и наша учительница Анна Чурнаевна Хапаева, стоя здесь, объясняла нам тему на уроках арифметики. А тут за партой мы сидели с одноклассником Назиром Каркмазом, рассказывает Джошербек Сейдбевич, который в эти дни отмечает 65-летие, и коллектив родной школы пригласил его в день рождения в гости. Поздравления и пожелания от подрастающего поколения, педагогов, от насельчан и друзей звучали в этот день. 300 человек беспроблемно собрали бы мы сегодня. Но сами знаете, есть ограничения, поэтому мы не стали собирать весаул. Конечно, сегодня мы отмечаем известного, я прямо скажу, известного для Мариинского ущелья и для всего карачаевского народа Джошербек Сейдбевичу 65 лет. После службы в армии и окончания Ставропольского политехнического института в 1983 году Джошербек Качкаров начал работать мастером-электриком, позже главным инженером в водоканале Карачаевска, а в 1987-м возглавил предприятие. Тогда и не предполагал, что этому учреждению будет отдан настолько физических и духовных сил, энергии, и что именно здесь он состоится как профессионал. Много лет Джошербек Качкаров занимается и общественной работой. С 2012 года, а это именно со дня основания, возглавляет общественную организацию «Карачаев-Ланхал» в Карачаевском районе. «Добросовество выполняет буквально всё, что говорят, и делает это от цели до сели. В этом деле не ошиблюсь. Я думаю, что и далее он будет возглавлять общественную организацию и делать многое для того, чтобы поднять авторитет народа и чтобы помочь народу своему». Проделал он значимую работу, чтобы увековечить память героев своего народа, а также аулов Джазлык и Дуут, исчезнувших с лица земли после депортации крачаевского народа. Установил мемориальную доску на месте Хасовкинского сражения близ аула Карчурт на вершине горы. «А на эту гору трудно подняться пешком. Но он мобилизовал всю свою технику, сделал дорогу. И всё за свой счёт. Никому за помощью не обращается». В совет ассоциации «Мара» входят восемь маринских селений. Организовал ассоциацию и руководил им известный хозяйственник, председатель колхоза «Родина» Исмаил Хачиров. А последние шесть лет руководит этой работой Джашарбек Качкаров. «В ауле заведено было, что если кто-то строит дом, то помогать. Прополк огородов – помогать. Копать картошку – помогать. Вот дружно так жили люди в этом ауле». Этих принципов старается придерживаться и сейчас Джашарбек Качкаров. Алладинаева Ольга Савенко, Ахмат Чучаев, Расул Бердиев. Вести Карачева, Черкесия. В прямом эфире мы продолжаем информационный выпуск. А накануне во всём мире отвечался праздник День повара. Время от времени каждому из нас приходится готовить. Кто-то это делает каждый день и не по одному разу, а другие в виде исключения, чтобы порадовать родных. Но есть и те, для кого приготовление пищи – это профессия, о поваре и умелом кулинаре. Расскажет Альбина Ламкова. Кажется, что в сфере питания может работать любой человек, умеющий готовить. Но только профессионал превратит результат своей работы в искусство. В столовой детского сада «Росинка» трудятся три повара. «Девчонки у нас стараются, убираются, порядком следят. Все такие аккуратные, все такие трудяшечки. Хорошие девчонки у нас работящие, уважительные друг к другу. У нас хороший коллектив». В помещении «Идеальный порядок», ответственный на всех этапах от расчета объема и количества исходных продуктов Лариса Тамбасова. Работают в соответствии с технологическими картами. Первое блюдо в сегодняшнем меню – гороховый суп-пюре с картофелем. «И здесь технология приготовления супа. Все по стандартам, отступать мы не имеем права. Потому что это детское питание, температура подачи здесь указывается, требования к качеству. Мы стараемся соответствовать всем. На второе у нас жаркое, а на третье у нас компот из свежих яблок. Вот он уже практически готов, компот. Сейчас мы его выключаем». Лариса Тамбасова – дипломированный специалист. В детском саду «Росинка» работает с 1997 года. Она знает, как приготовить блюда сбалансированно, учитывая белки, жиры и углеводы. Это важно в рационе питания каждого ребенка, уточнила Лариса Николаевна. А также добавила, что разработанное меню отмечается разнообразием. «Чтобы детки росли здоровые, умные, красивые, мы стараемся сделать все, что от нас зависит. Сама от себя стараюсь контролировать, как дети у нас питаются в детском саду, потому что мне интересно самой себе в конце рабочего дня поставить оценку. Сегодня я хорошо поработала или плохо поработала. Мне просто это интересно». Пищеблок оснащен современной техникой. Шкафы для жарки и плиты. Два котла на 250 и 60 литров. В наличии вся необходимая автоматизированная кухонная техника, используемая в повседневной работе. Холодильные помещения. Для каждого вида мяса своя камера хранения. «Такой шикарный холодильник. Здесь у нас хранятся только куры». Продукты в пищеблок детского сада поступают ежедневно под чутким контролем Ларисы Тамбасовой. В холодном цеху продукт остужают. Тут же его готовят к следующему этапу. Сегодня детей порадуют мясом говядины. Из обычных продуктов можно приготовить настоящие шедевры, потому что пища, приготовленная с любовью, всегда получается вкусной и полезной, что важно для растущего организма. Еще одним из основных этапов этого процесса являются качественные ножи, которые должны быть острыми и прочными. Каждый цех в пищеблоке соответствует своему назначению. От процесса обработки до конечного помещения. Тут продукты доводят до соответствующего результата. В итоге блюда получаются не только вкусные и полезные. Пища дает детям максимальный заряд сил для активных игр и роста, так как повар заряжает блюда своей положительной энергетикой. Садики очень вкусно готовят. Я елок от лета. А тебе больше всего что нравится кушать в садике? Суп. А тебе больше всего что нравится? Мне нравится есть свеклу. Мне нравится бокалоны и гречка. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На Эльбрусе зазвучал симфонический оркестр. В рамках большого гастрольного тура по Северному Кавказу симфонический оркестр Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова сыграл на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Концерт стал первым подобным выступлением в России. Так высоко живая музыка еще не звучала. На этом наш информационный выпуск завершен. Полную картину дня смотрите в 21.05 с Ярославом Щеклановым. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!